Эти работы представляют собой современный стрит-арт. Граффити выполнено как молодыми, так и уже состоявшимися художниками, чьи опыт числится десятилетиями. Признается, что свои шедевры писали вплоть до открытия, поэтому некоторые работы можно назвать эксклюзивом. Довольно приятная компания художников, которой мне пригласили принять участие, интересная галерея, которая нас пригласила. И вообще, мне кажется, распространение идеи уличной волны, распространение искусства уличной волны было, наверное, главным мотиватором для того, чтобы приехать сюда и привезти свои работы. Мне самому даже было приятно увидеть какие-то работы, увидеть живу, какие-то приемы новые и так далее. Если говорить про себя, то я отправил работы, которые были сделаны не так давно. Но опять же, работа вживую, работа введенная в интернете, это две разные вещи. Вся экспозиция по-своему необычна. На стенах и пейзажи, и портреты с отголосками 3D-стилей, и даже что-то вроде урбанистики. По мнению современных авторов, постграффити уже успела занять свою нишу в музейном искусстве. Одна из целей нашего мероприятия – это поделиться эмоциями. Эти эмоции возникают от картин, от общения, от факта благотворительности. Поэтому я всех призываю, давайте делиться эмоциями, давайте общаться, давайте познакомиться, давайте открывать новое. На момент подготовки выставки мы подумали, что когда человек смотрит на произведение искусства, то произведение искусства оказывается внутри него, потому что мы же все видим перевернуто, и только наш мозг отражает ту реальность, которая существует. И, наверное, это единственное, что отличает нас от животных, и поэтому мы посчитали возможным пригласить к нам в партнеры и оказать помощь в фонду прекрасной Елены Крупновой. Представлено всего 25 картин. Кстати, в рамках открытия выставки состоялся благотворительный аукцион. Стартовая цена экспозиции всего 1 рубль. Все вырученные средства пойдут на помощь онкобольным детям. Наша помощь, она необходима, и за 10 лет работы мы собрали уже более 85 миллионов рублей и оказали помощь свыше 500 детям. И, конечно же, это все происходит благодаря неравнодушным нижегородцам и благодаря подобным мероприятиям, которые мы будем наблюдать сегодня. Выставка «Ризет» работает ежедневно до 22 октября. Современное творчество можно увидеть в холи-отеле «Шаратон». Юрий Афров, Георгий Захаров, столица Нижний.